Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Кто хочет, пусть поражает меня. Кто хочет, пусть побивает меня камнями. Кто хочет, пусть ненавидит меня. Злоумышление служит для меня залогом венцов. И по числу ран я ожидаю наград. Так я не боюсь злоумышления. Одного только боюсь — греха. Только бы во грехе не уличил меня кто-нибудь. И тогда пусть враждует против меня вся вселенная. Эта вражда делает меня более славным. Этому и вас хочу я научить. Такими словами святитель Иоанн Златоуст напутствовал тех, кто приходил к нему послушать слово великого учителя. А он делал все для того, чтобы веренное ему паство не заблудилось в развращенном мире, но всегда пребывало с Богом. 27 сентября мы празднуем славное Успение святителя Иоанна. И чтобы почтить память святого, мы предлагаем вашему вниманию книгу, вобравшую в себя избранное его наставление. Как отмечают издатели, велико значение творения святых отцов церкви для духовного просвещения. Святоотеческие творения — это тот неисчерпаемый источник, из которого вытекает все православное богословие. Это родник, в котором заключается все богатство богословского знания в его непосредственной чистоте и цельности. Величайшие представители святоотеческой литературы были поистине гениями, которые отличались высокими дарованиями, глубоким образованием как в области духовных, так и светских наук. Обладая пламенной отзывчивостью сердца, они жили и действовали в такие времена и при таких обстоятельствах, когда требовалось огромное напряжение мыслей и чувства, что нашло отражение в их творениях, изумительных по богатству и разнообразию содержания. Особенно замечателен в этом отношении Иоанн Златоуст. Эта книга, вышедшая в свет в издательстве «Теререм», печатается по изданию 1886 года и называется «Наставление православному христианину». Она составлена по творениям вселенского великого учителя и святителя, глубокого истолкователя священного писания, устроителя чина церковного богослужения, святителя Иоанна, за свое красноречие, прозванного Златоустом. Как говорится в предисловии, святитель Иоанн родился в Антиохии в 367 году в семье богатых родителей. Получив всестороннее образование, он пренебрег земными почестями и посвятил себя служению церкви в сане Пресвитера Церкви Антиохийской и затем архиепископа Константинопольского. Проводя жизнь в высшей степени воздержанную и жертвуя всем для бедных, он старался возбудить сострадание к ним и в других. С этой целью он часто сопоставлял в своих проповедях незнавшую меру расточительность с ужасающей бедностью, чем вооружил против себя богатых вельмож и особенно императрицу Евдоксию, супругу императора Феодосия. Как проповедник, святой Иоанн поражал необычайной жизненностью слово. Его речь дышала силой, потому что была подкреплена примерами из близкой всем действительности. Таких проповедей еще никогда не раздавалось в Антиохии. И жители ее с изумлением внимали проповеднику, который овладевал их сердцами так, что они то трепетали от изображения ужасов гнева Божия, то ликовали от надежды на бесконечное его милосердие. Вдохновенный пастырь изобличал пороки своего города, бичевал алчность и немилосердие богачей, низость и мятежность бедняков, тщеславие и хищничество чиновников, пустоту и развращенность женщин, стоявшие в храме не могли не краснеть и не содрогаться от сознания своей порочности. Когда же святитель Иоанн заключал свое вдохновенное слово призывом к покаянию и исправлению, обетованием высшей помощи в этом святом деле, то слушатели не выдерживали и прерывали речь проповедника оглушительными рукоплесканиями. Антиохийцев особенно удивляло и то, что святитель Иоанн не читал своих проповедей, а произносил их от полноты своего сердца, вел живые беседы со своими слушателями. В церкви стали появляться скорописцы, которые записывали за проповедником его удивительные речи, и эти записи передавали и продавали многочисленным желающим. Его проповеди заучивались наизусть и нередко прочитывались вслух в больших собраниях граждан и даже за пиршественными столами. Когда становилось известным, что будет говорить «златоуст», то весь город приходил в движение. Купцы оставляли свою торговлю, строители – свое строительство, адвокаты – свои суды, ремесленники – ремесла, и все устремлялись в церковь. Предание сохранило и случай, благодаря которому, собственно, Иоанн стал прозываться «златоуст». Иногда мысль святителя Иоанна была так сложна, так глубоко проникала в самую суть богословской премудрости, что оказывалось недоступной для многих слушателей. Однажды некая простая женщина с благоговением, слушая, как льется речь великого проповедника, и не будучи в силах вполне проникнуть в ее смысл, с чисто женской нетерпеливостью воскликнула, «Учитель духовный, или, лучше сказать, Иоанн Златоустый, ты углубил кладезь святого своего учения настолько, что наши короткие умы не могут постигать его». Это прозвание было тотчас подхвачено народом, который увидел в подобном имени указание Божье. И с тех пор святитель Иоанн стал известен в истории как «златоуст». Силой значения проповедей святителя Иоанна умножались еще тем обстоятельствам, что у него дар слова соединялся с даром чудотворения, так что многие недужные получали от него не только духовное утешение, но и телесные исцеления. Но, как отмечают издатели, правда всегда гонима. Особенно гонимы были во все времена носители высшей истины, правды Христовой. А клеветанный своими завистниками и ненавистниками, попав в царскую немилость, святитель Иоанн Златоуст в 404 году сослан был сначала в город Кукус в Армении, а потом через два года еще далее – в Абхазию. Не дойдя до места ссылки, святитель скончался в городе Каманы 14 сентября по старому стилю 407 года со словами «Слава Богу за все». Впоследствии его произведения стали любимым чтением многих благочестивых людей по всей земле, в том числе и наших предков. В его духе русский народ увидел нечто, сродное своему собственному духу. Язык его произведения сочетал красноречие с ясностью, естественностью и простотой. Святитель Иоанн Златоуст преимущественно проповедник любви к ближним, в которой сказывалось его сострадательное христианское сердце. Это не могло не найти отклика в наших благочестивых предках, щедрых и милостивых к обездоленным и нуждающимся. Вместе с переводами трудов святителя Иоанна, златоструями, изморагнами, маргаритами, которые появляются на Руси начиная с XI-XII веков, в народе широко распространялись рукописные сборники, получившие имя Златоустов. Эта книга представляет собой в сущности такой же «Маргарит» – книжную форму, исторически получившую свое имя по названию «Светлого драгоценного кристалла». Хотя справедливее будет сказать, что перед нами, как в Ларце, целое собрание словесных самоцветов. Вот уже более XVI веков Церковь с благодарностью пользуется бесценным наследием святителя Иоанна Златоуста, которая составляет целую библиотеку богословской литературы ее Золотого века. Эта книга составлена из избранных слов святителя Иоанна, архиепископа Константинопольского. Необыкновенный дар слова, который святой изобразил в своих проповедях и по сей день приносит огромную пользу людям, помогая им возрастать духовно. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, ведь слова эти не потеряли актуальности до сих пор. Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу. Я напоминаю вам, что новинки православной литературы вы найдете в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok